Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моей долгожданной новинке. Долгожданная, потому что ждала я, наверное, около полугода, может чуть меньше, пока этот аромат появится у нас в продаже. И, к слову говоря, он почему-то даже не появился еще у нас в розничных магазинах. Он пока представлен только в интернет-магазинах, и то совсем не во всех. Не знаю, почему так. Кстати, смотрела также зарубежных блогеров, и они говорят о том, что это... Ну, это, в принципе, понятно, что это такая лимитированная версия, но они говорят о том, что сейчас даже у них за границей уже сложно найти этот аромат, и, скорее всего, скоро его будут перепродавать уже, но более по дорогой цене. То есть, по сути, он пропадает из магазинов, не успев появиться. И меня вот терзают такие смутные сомнения, что, скорее всего, наверное, у нас в розничных магазинах этот аромат и не появится. Видимо, интернет-магазины закупили какую-то небольшую партию, и вот как бы сейчас продают. А, скорее всего, наверное, в таких крупных магазинах, как Золотой Яблоко, Литуаль, Ривгош, может быть, даже этот аромат и не появится. И на данный момент из таких сетевых магазинов он представлен только в магазине Сифара, но и то в интернет-магазине. Не знаю, в оффлайн-магазине есть или нет, потому что у нас в городе нет этого магазина. Возможно, он там, где есть, там, возможно, в магазинах представлено. Но я приобретала в интернет-магазине, поэтому ничего не могу вам сказать, что касается сетевых. Так, ну вы, конечно, все уже догадались, о каком аромате идет речь. Это, конечно, Булгари. Я, как любитель Булгари, особенно вот этой линейки Омни, просто не могла не приобрести себе этот аромат. Это было бы просто преступление. Флакон, конечно, невероятный. Можно, наверное, купить этот аромат только из-за флакона. Он такой радужный, весь переливается со всех цветов. Такое ощущение, как будто бы здесь, правда, собрали все цвета, какие представлены. Но хотя здесь только розовый, оранжевый, бирюзовый. Вот, как бы три цвета. Но выглядит все это безумно красиво, просто обалденно. Коробка вся разрисована. Эту коробку оформлял художник. Это у нас Мари Катранзе. Как раз она и является художником. Наверное, коверка фамилия, извиняюсь. Вот, скорее всего, это, да, будет лимиткой, потому что это все так красиво оформлено. И плюс привлечения здесь художника было. Скорее всего, такие ароматы чаще всего являются, правда, лимитками. И потом пропадают с продажи. Но, возможно, как-то его переиздадут, и он будет уже в постоянной линейке. Что касается вообще этого аромата. Он у нас белоцветочный, цитрусовый, зеленый, древесный, мускусный, лактонный, свежий. И здесь пирамида у нас верхние ноты листа инжира и мандарин. Средние ноты гордения и цветок апельсина. Базовую ноту мускус, светлое дерево. Конечно же, в первую очередь в пирамиде меня покорил лист инжира. Потому что в последнее время я прям просто фанатею по ароматам с инжиром. Не знаю, что со мной произошло. Мне прям нравятся все композиции, где присутствует инжир. И, конечно же, поэтому я не могла пройти мимо, так как моя любимая омния в таком флаконе еще и с инжиром. И по факту, что я могу сказать? Во-первых, я могу сказать, что это в духе булгари. Это такой стильный, сдержанный аромат. У бренда булгари вообще, так как это ювелирный бренд, у них все ароматы какие-то, знаете, настолько прям такие стильные, какие-то настолько целостные, какие-то собранные. То есть, какое-то такое, прям вот эта эстетика и подход такой прям щепетильный к ароматам прям ощущается. Вот действительно читается то, что это ювелирный бренд, ароматы настолько корректные, настолько политкорректные. Они очень красиво, ладно, скроено, и не будут никого напрягать. В общем, это прям такие максимально носибельные ароматы, что называется и в пир, и в мир. Это не те композиции, которые могут кого-то напрягать. Это именно те ароматы, которые понравятся большинству. И я, честно говоря, не читаю здесь схожести с каким-то из предыдущих ароматов с линейки омния. Возможно, отчасти есть всего немного. На старте это прям цитрусы, мандарин и лист инжира. Я прям ощущаю эту зелень, мне она безумно нравится, и какая-то присутствует такая шершавость. Прям вот я ее прям чувствую в этом аромате. Далее проявляется нота гордений, то есть, я ощущаю здесь цветочный аккорд, то есть, композиция это цветочная, цветочная, такая акватически свежая. То есть, здесь каких-то прям ярко выраженных фруктов я не ощущаю. Это в основном вот тема цитрусов, тема инжира и цветочных аспектов. Но насколько я, в принципе, не являюсь любителем ароматов цветочных, я просто не люблю цветочные ароматы, мне нравятся больше цветочно-восточные, цветочно-фруктовые, в основном цветочно-фруктовые. Соответственно, мне редко, когда может, аромат цветочный понравится. Но здесь, наверное, что мне нравится, и что не дает аромату скатиться в моно-цветочный, это вот инжир и цитрусы. Цитрусы и вот эта зелень свежая звучат от начала до конца, то есть, нет такого, что там, допустим, сверху у вас сначала в раскрытии цитрусы, а потом они испаряют, и вы слышите только моно-цветы. Нет, здесь как-то это все настолько красиво все переплетено, что цитрусы и инжиры ощущаются на протяжении всего звучания. Мне это очень нравится. Опять же, допустим, сказать, что аромат похож на какой-то определенный, я не могу. Он однозначно в стиле Булгари, однозначно в стиле всей этой линейки Омни, но при этом, знаете, что аромат, как я вам сказала, в принципе, не могу его сравнить с чем-то, но в принципе он такой в духе люкса, в духе таких ароматов. Для меня, кстати, я поняла, вот недавно я стала так более тщательно знакомиться с ароматами от Кортье, и это тоже у нас как бы ювелирный дом, и я пришла к тому, что Кортье и Булгари в чем-то они перекликаются в своем звучании, то есть это максимально такие тщательно, деликатно собранные такие приятные ароматы, и вот что-то есть такое общее, какой-то есть воздух в ароматах, эстетика, какая-то элегантность. И вот в этом плане, да, возможно, этот аромат может похоже быть и на Кортье чем-то, и также на своих прародителей, то есть я не скажу, что он звучит как-то так, прям вот настолько необычно, что такого никогда не было. Он звучит, да, как многие другие люксовые, такие красиво собранные элегантные ароматы, но мне нравится такое направление, то есть это композиция, для которой не нужно какого-то определенного случая, какого-то определенного внешнего вида, с этим ароматом не нужно какие-то там делать и производить танцы с бубнами, пытаться к нему подойти, когда он на вас сядет, когда он на вас не сядет, нет, он всегда будет уместен. Хоть на прогулку, хоть на работу, хоть на какое-то мероприятие, он везде будет уместен, он не будет напрягать людей, находящихся с вами рядом, но при этом шлейф у него есть, достаточно заметный, тонкий, изящный, приятный шлейф. Стойкость на мне не менее 6 часов, то есть он держится прям замечательно, классно, но при этом он не плотный, то есть он как бы диффузный, он заполняет собой пространство приятным, легким, тонким шлейфом, но при этом он не душащий, не давящий, при учете того, что здесь есть цветы, но при этом эти цветы вас не давят, не душат. Он как-то рассеивается приятно и звучит красиво, действительно поистине женский аромат, действительно настроение даже у него какое-то весеннее больше, но в то же время уместен он будет в любое время года, вот какая-то в нем ощущается жизнь, какой-то заряд, что-то вот такое, вот какое-то женское начало, красоты, цветение, вот правда, вот эта коробка расписная и сам флакон прям вот дополняет звучание аромата, или аромат дополняет звучание этого всего, потому что это просто цветы, это цветение, это бодрость, это возрождение какое-то, это даже если, допустим, как я бы сказала, весенний аромат, да, возможно, это аромат вот идеальный на весну в том плане, что он дарит вам надежду на то, что скоро все расцветет, скоро природа оживет, какой-то он вот такой бодрящий и дарящий приятные надежды на будущее, вот что-то вот в таком духе, но и сейчас он отлично звучит. Насчет жаркого лета не знаю, потому что цветы могут себя очень однозначно повести в летнее время, и вообще летом я не люблю использовать цветочные ароматы, потому что могут гордения, возможно, может немного под души, но вот весна-осень это просто идеально, зимой, конечно, буду разнашивать, пока ничего не могу сказать, но вот именно такой, знаете, температура от 20 до 27-28, ну и ниже 20, я имею в виду до 28, где-то вот до такой температуры, он очень красив, что будет выше, пока сказать не могу в жару, но, в принципе, аромат очень такой красивый, тонкий, изящный, мне понравился, я абсолютно не пожалела, что его приобрела, меня, конечно, и душу мне греет то, что если это лимитка, и скоро он отовсюду пропадет, а у меня он есть, у меня как парф-любителя это просто бодрит, воодушевляет, и, как я и сказала, я любитель, прям мне нравится вот эта линейка Omnia, потому что я, в принципе, всегда говорю, что я не люблю такие слишком плотные, насыщенные ароматы, а вот линейка Omnia, это прям вот то, что я люблю, нанес и побежал по делам, хоть куда, он везде уместен, везде приятный, поэтому классный, я в восторге, кто уже попробовал, пишите, как он вам, потому что знаю, что отзывы тоже неоднозначны, девочки, зрители тоже писали, что кому-то он слишком простым показался, мне он понравился, потому что я люблю такое понятное, приятное, женственное, красивое звучание. Я там уже буду заканчивать данное видео, надеюсь, вам было интересно, еще раз повторюсь, если знакомы с этим ароматом, пишите свои впечатления, как вы вообще в принципе относитесь к ароматам Булгари, нравится ли вам эта линейка Omnia, будет очень интересно, также обязательно подписывайтесь на мой канал, если не подписаны, впереди очень много всего интересного, много различных новиночек, и также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там сейчас активно его веду, делаю красивые фото, пишу интересные посты, делюсь с вами мнением о новинках, там все быстрее, там все в режиме онлайн, поэтому буду очень рада видеть вас и там, прекрасного вам осеннего настроения, любите, будьте любимы, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok